Коллективное сознание, даже если вы даете самореализацию другим людям, вы не продвинулись никуда, если у вас нет целомудрия. Это подобно разбитому стеклу, которое пытается отразить что-то, но оно никогда не сможет дать правильной картины. Оно столь важно, и я должна сказать вам это сегодня. Пришло время сказать вам это сегодня. Это змея в нашей жизни. Первое, о чем люди спрашивают, это, с кем я поженюсь? К чему такая спешка? Конечно, я называю брак благоприятной вещью, он должен быть, должно быть коллективное одобрение и все остальное, но ради чего? Чтобы поклоняться целомудрию внутри нас. Они женятся, затем у них появляются дети, затем они хотят иметь дом, далее они хотят еще чего-то. Все это столь ограниченное занятие продолжается и продолжается и продолжается, а свет в вашей жизни не распространяется. Но я знаю людей, которые просто были в аду, и которые поднялись и стали распространять свет. Они достигли прекрасных ослепительных высот. Я видела такого рода людей. Итак, сегодня вы пришли сюда, чтобы поклониться Шри Ганеше, внутри самого себя. Зачем мне поклоняться, как Ганеше? Я не понимаю этого. Потому что я такова. Когда вы поклоняетесь мне, вы хотите, чтобы этот Шри Ганеше пробудился внутри вас. Позвольте ему пробудиться внутри вас. Пусть то, что я говорю, станет мантрой, чтобы пробудить его внутри вас. С тем, чтобы вы, как мои дети, наслаждались этим блаженством целомудрия, как я наслаждалась им всю мою человеческую жизнь и все мои божественные жизни. Я хочу, чтобы вы в той же степени наслаждались им. По крайней мере, вы должны вкусить его. Я говорю вам о чем-то таком, чего вы, возможно, не слышали ранее. Но вы также ничего не слышали и о кундалини. Вы никогда не слышали, чтобы кто-то говорил так о самореализации. Но сегодня, я думаю, случайно, абсолютно сахаджи образом, была организована эта пуджа. Я должна была проводить эту пуджу в Бомбее. Там все было организовано для этого. Люди были готовы приехать туда, чтобы провести эту пуджу. Но пуджа Ганеши в Англии или в целом на Западе столь важна, что я думала, что лучше провести одну такую пуджу, даже и не в самое подходящее время, в Риме, в одном из главных мест, ответственных за разрушение целомудрия у людей. Римляне начали этот процесс, другие же продолжили его. Но она должна была быть здесь, в Брайтоне. У лотосных стоп Садашивы. Англичане должны знать, какая у них золотая земля, но они не заслужили ее. Они должны заслужить ее. Представьте себе, вы живете на земле Садашивы, где даже вода, как и снег, подобно дистиллированной воде, кристально чисты. Где Шри Ганеша? Омывает стопы своего отца. Где само целомудрие пребывает в форме вашей матери. Но вы должны заслужить это почетное положение. Английские сахаджа-йоги должны очень высоко подняться. Англичане же прямо противоположны этому. Они, выходцы из земли Садашивы, прямо противоположны этому. Колоссальное высокомерие. До того ужасное высокомерие, которое невозможно даже представить себе на земле Шивы. Все нецеломудренные люди высокомерны. А иначе, как они смогли бы прощать самих себя? Вы поговорите с любой проституткой, и через две минуты вы будете знать, что она проститутка, потому что она крайне высокомерна. А что не так? Я проститутка. Ну и что? Высокомерие это признак нецеломудренной личности. И такой человек также становится замкнутым, потому что ему стыдно. Ему стыдно глядеть в глаза другим людям. Целомудренная же личность, открыта. Зачем ему бояться, кого бы то ни было? Он хорошо говорит со всеми, он добр ко всем, во всей своей невинности и простоте, не влюбляясь в каждого третьего встречного человека. Вот что нужно понять. Эта страна была дана вам с определенной целью. А если вы все еще не доросли до этого уровня, тогда вы будете выброшены вон. Поэтому, уважая свое целомудрие, вы на самом деле уважаете меня, потому что я пребываю в вас как целомудрие. Если Шри Ганеша является благоприятностью, то я пребываю в вас как целомудрие. Целомудрие никогда не агрессивно. Оно никогда не проявляет гробости, потому что в этом нет никакой необходимости. Нет необходимости. Вы так сильны, вы так сильны, и что нет необходимости нападать на кого бы то ни было. Почему вы должны нападать? И вы не боитесь никого. Оно столь великодушное, столь доброе, столь прекрасное, всегда свежее и юное, и в то же самое время столь возвышенное и столь достойное. С тех пор, как я нахожусь здесь, прошло 12 лет, требуется еще 2 года очень напряженной работы внутри и снаружи. Наша внутренняя работа в эти 2 года должна быть очень напряженной. Очень напряженной мы должны пройти через настоящую топасью. все мы, и мужчины, и женщины. И тогда мы увидим результаты. Целомудрие – это укрепление вашей веры. Мет Presentation когда вы верите в Бога, вы целомудренны. Когда вы верите в свою жену, вы целомудренны. Почему вы должны верить своей жене? Потому что вы целомудренный человек. Как она может быть нецеломудренной? Когда вы верите в своего ребенка, вы целомудренны. Ведь вы целомудрены. Как может ваш ребенок быть кем-то иным? Целомудрие — это кристально чистая форма веры. И это вы можете иметь даже до реализации. И ее вы можете иметь даже до реализации. У многих оно есть. Фактически, как камфора быстро испаряется и превращается в благоухание, также и целомудрие превращается в веру. Если у вас нет целомудрия, тогда у вас не может быть веры во что бы то ни было. Потому что либо вы руководствуете своими эмоциями, и тогда вы эмоционально привязаны ко мне, или, возможно, вы ментально привязаны ко мне. Но если у вас есть чувство целомудрия, тогда ваша вера будет ясно видна внутри вас самих. Вам не нужно будет иметь веру, как «Мать, сейчас у меня внутри будет вера». Вы не сможете ее получить. Вера есть что-то такое, что быстро испаряется. А это летучее благоухание исходит от целомудрия. Итак, отныне мы не будем смотреть на звезды, на луну, а будем смотреть на Мать-Землю. В этой Вселенной она представляет целомудрие. Кундалини есть не что иное, как целомудрия. Она чистая целомудрия. Можете ли вы поверить в это? Какая сила? Материнство. Это также целомудрие. Отцовство. Любое другое родство. Это целомудрие. Чистота опять-таки является благоуханием целомудрия. Доброта, сострадание, все исходит из целомудрия, из чувства целомудрия, которое не ментальное. Если вы целомудрены на ментальном уровне, тогда вы можете быть ужасными, как кто-то из нансары или аскетов. Не таким вы должны быть. Целомудрие – это врожденное, встроенное в вас кундалини. Которое действует, потому что она понимает меня, она знает меня, она есть неотъемлемая часть меня, она есть мое отражение. Поэтому укрепляйте свою кундалини, будучи целомудренными. Люди пытаются делать все, что угодно для того, чтобы выглядеть привлекательными. Не растрачивайте напонапрасну свою энергию на это. Вы святые. Живите, как святые. Традиционно мы жили так и так же мы и должны жить. Развивайтесь, исходя из традиций. Не делайте что-то новое, что-то абсурдное, бессмысленное. Вы не должны никого привлекать. Целомудрие – это благоухание цветка, которое привлекает пчел. Мед же этого цветка является сутью нашего существования. Итак, когда в этот раз вы все поедете в Индию, я бы попросила вас уважать меня, откажавшись от неправильного поведения, не ведя себя по-детски, подобно тому, что вы видите в кинофильмах и тому подобной бессмыслицы. Вы выше всего этого. За своим вниманием, за своими достижениями нужно наблюдать в того места, где пребывает ваше целомудрие. Мы не можем покидать своих мест, приветствуем ли мы это или нет, не имеет значения. Мы не можем покидать свое место. Как все эти Абдгутас говорят, Такья-сурай-сани, что означает, что мы не покидаем своих мест, мы пребываем на своих местах. Это наше место. На лотосе. Мы не можем покинуть этот лотос. Мы пребываем в лотосе. Это наше место. Тогда все эти бессмысленные вещи, которые вы приобрели, отпадут. Вы увидите, что вы станете прекрасными людьми. Все бхуты убегут прочь. Все блокировки убегут прочь. Но это не аскетизм. Вновь и вновь повторю вам это. Это уважение вашего существа. Как вы уважаете меня внешне, так же вы уважаете меня и внутри. Все это так просто. Сегодня великий день для нас когда мы поклоняемся Шри Ганеше. Он наипервейший из тех, кому следует поклоняться. А когда вы поклоняете Суну, вы должны осознавать что вы так же поклоняетесь Его воплощению, то есть Христу. Вы должны питать отвращение к любому человеку, который ведет дешевые разговоры о Христе. На уровне интеллекта вы не сможете понять Христа. Никто не сможет сделать этого. У вас не должно быть ничего общего с такого рода человеком. Христос это невинность. Если у вас нет глубины вашего целомудрия, тогда вам не понять его. Тогда вы не сможете поклоняться Ему. Лучшее, что они могут сделать, это покончить с вашим целомудрием, так, чтобы вы никогда не смогли распознать, кем он был. Все это приходит к вам с помощью медитативных усилий. Эти усилия следует прикладывать только лишь к одному, чтобы медитировать. Это все. Медитируйте постоянно. Старайтесь пребывать в медитации. Наблюдайте за всем, что такое состояние свидетеля. Ничто иное, как ваше пребывание в медитации. Поэтому я решила, что завтра утром я также встречусь с людьми из Брайтона, а со всеми англичанами я встречусь послезавтра вечером, если это будет возможно, чтобы рассказать им, насколько важно для них достичь этого состояния чистоты. Я думаю, что оно уже достигается. Я действительно работаю очень напряженно. У вас нет ни малейшего представления об этом. Сколь напряженно я работаю. Но у людей есть также идея, которая состоит в том, что другие должны делать всю их работу. Это подобно экономии фунтов, экономии этого, того, а также экономии труда. Пусть мать делает всю работу за нас. Мать заботится о нас, она должна вставать рано утром, она должна медитировать. В этом не может быть экономии. Вы можете экономить, спасать все, что угодно другое, если вы знаете, как спасти свой дух. Важно только лишь ваше восхождение. Как только вы взойдете, все будет спасено. Но прежде всего спасите самого себя. Для этого вы должны прилагать усилия. Вы должны напряженно трудиться. Вы должны уходить глубже в самого себя, развиваться. Все это вам под силу. Не вените никого. Не вените свою жену, мать, отца, страну, ничего. Каждый может добиться этого. Не смотрите на других людей, смотрите на себя. Сколько далеко я продвинулся, какой вклад я сделал. Мне нужно идти дальше в этом направлении. Вы все должны это делать. Я благодарна вам за то, что приехало так много людей отовсюду, в Англии. Вы правильно сделали. Но эту страну необходимо воссоздать с тем, чтобы она достигла такого уровня, когда началось бы паломничество сюда. не должно быть нечто противоположного, когда по приезде в Англию они никогда не приходят в Сахаджа-йогу. Такое может произойти. из-за высокомерия, которое есть у людей. Возможно, такое может произойти, что приехав сюда, они скажут, о, не надо больше нам сахаджа-йоги, с нас достаточно, в Индии происходит обратное. Как только они приезжают туда, они остаются там. Я знаю людей, которые приехали в Англию, увидев, как ведут себя некоторые сахаджа-йоги здесь, и как содержатся ашрамы, просто сбежали оттуда. Они сказали, мать, ничего не получится, мы больше не останемся в сахаджа-йоге после того, как увидели ваших развитых сахаджа-йогов в Англии, где вы работали 12 лет. Итак, сегодня мы сидим на этой прекрасной земле Англии, и у нас есть определенные долги за право родиться в этой стране, которая следует отдать. Отдать эти долги значит стать великими сахаджа-йогами. Мы можем очень легко определить, кто является великим сахаджа-йогом. Если вы скажете, закройте окно, вы обнаружите, что большинство из них будут сидеть и смотреть друг на друга. Я не скажу, что все они будут англичанами, но это вполне вероятно. Не годится заставлять работать другим. мы должны быть на самом деле очень преданными нашему делу. Это не наш уровень, поверьте мне. Не смотрите на других людей, которые живут здесь. Вы совершенно другие люди, вы особые люди. Старайтесь быть бдительными, уважайте себя, потому что вы англичане, и у вас есть особая ответственность. Да богословит вас Бог.